Всем отличного настроения! Меня зовут Лариса и сегодня я покажу вам очень легкую, уютную и вообще просто классную работу. Давно я хотела шить такую тарелочку хлебницу и сегодня как-то так очень быстро у меня все сложилось, сшилось и я с радостью с вами поделюсь сегодня всем процессом. Итак, все очень просто. Берем наполнитель, у меня это квадрат 38 на 38 сантиметров, на него лицевой стороной наверх укладываем кусок ткани таким же размером 38 на 38 сантиметров и сверху размещаем деталь, она у меня собрана из рогожки двух половинок, это весовой лоскут у меня в ход идет, она чуть-чуть поменьше 36 на 36 сантиметров. Ткани складываем лицевыми сторонами друг к другу и прокладываем строчку по периметру, оставив место для выворачивания, его мы не зашиваем. После этого деталь можно вырезать в размер по верхним вот этому квадратику 36 на 36 сантиметров. Я всегда делаю одну деталь больше другой, потому что ну не получается у меня две одинаковые детали совместить, у меня всегда какой-то уголочек уезжает. Поэтому я вот нашла такой способ, когда одна из деталей чуть-чуть больше, я потом после того, как их прошью, выравниваю. Причем сейчас вы увидите, что там где оставлено место для выворачивания, я вырезаю такой небольшой как бы клапан, это чтобы аккуратно там все у меня заправилось. Уголочки тоже обязательно нужно отрезать, это даст более острые уголки у готового вывернутого изделия вот этой детальки. Что мы сейчас собственно и делаем, да, выворачиваем ее на лицевую сторону. Все уголочки нужно обязательно пробить, это можно сделать какой-нибудь не очень острой палочкой, чтобы не прорвать ткань ни в коем случае. Все хорошенько пробиваем и у нас получается такая вот почти что подушка, которая плоская, которую мы сейчас прогладим утюгу. Место для выворачивания можно зашить вручную, а можно оставить его просто заправить внутрь, утюжком пройтись по краю, чтобы зафиксировать сгиб. И автоматически она у нас зашьется, когда будем сейчас прокладывать строчку по краю. Вот видите, у меня она открыта. Сейчас я буду делать строчку одну, это 2 мм от края, и затем вторую на расстоянии 7 мм от края. Я зафиксирую так хорошо края деталей. Вот у меня все зашилось, все получается аккуратно, отверстие автоматически тоже зашито строчками. Теперь уже вот по этой детали я сделаю стежку. Ну тут клетчатая ткань, она сама диктует по себе стежку, тоже в клеточку, поэтому она получилась такая простая. Теперь нужно на этой детальке от каждого угла отмерить по 8 см с каждой стороны. Вот в этой тарелочке хлебницы можно использовать не просто ткани, а можно, например, блоки пиццы использовать, или какие-то из кусочков сшитые крэйзи блоки можно тоже применить. Я хотела сделать это быстро, как обычно, у меня вот мысль пришла, мне надо срочный результат, поэтому все было из цельных кусков ткани. Теперь метки, которые поставлены, нужно с двух сторон соединить. И временно фиксирую их такими вот прищепочками. Очень удобные, кстати, штучки. Так же со всех четырех сторон. Получается такая уже практически оформленная тарелочка, которую мы сейчас зафиксируем уже окончательно. Все ровненько, все уголочки одинаковые. И теперь нужно нитками поверх просто несколько стежков таких хороших сделать, чтобы прихватить эти ушки. Вот такая получается деталь. Как видите, она сшита только по верхним краям. И теперь формируем лепесточек. Заворачиваем складку. Получается такой лепесточек сердечка. И теперь нитками, иголкой вручную, очень мелкими стежками прямо насквозь прошиваем частыми, чтобы зафиксировать этот сгиб на одном месте. Я прошиваю насквозь стежки очень мелкие, буквально в одной ниточке друг от друга. И таким образом получается, что не видно никаких ни с лицевой, ни с изнаночной стороны этих стежков. И тем не менее, все очень хорошо, крепко держится. Вот видите, незаметно никаких стежков. Ни с этой стороны, ни с изнаночной. Точно так же поступаем со всех четырех сторон, на всех уголочках. После этого тут можно пришить любой декор. Я пришила вот такие желтые пуговки солнечные. И моя тарелочка уже готова. Моментальная работа, буквально вот отдыхательная. И причем яркая получается. Очень комфортная такая, милая вещичка для кухни. Ее можно использовать. Мне нужна была конкретно хлебница. Я давно ее хотела, вот сегодня я ее сшила. Но это может быть конфетница, не знаю, сухарница. Просто какая-то вазочка для мелочей. Все что угодно. Очень красивая, нежная получается работа. Я надеюсь, что вам мастер-класс сегодняшний понравился. Может быть, вы повторите или возьмете себе просто на заметку. Работа на самом деле получается очень быстро и очень ярко. Да, это мой хлеб самодельный. Сама пику. Ну вот такая работа была, девочки. Надеюсь, что вам понравилось. Обязательно оставайтесь на канале. Я всем вам очень всегда рада. Спасибо вам. С вами была Лариса. Редактор субтитров А.Семкин